Книга пророка Иеремии, глава восемнадцатая Слово, которое было к Иеремии от Господа. Встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои. И сошел я в дом горшечника, и вот он работал свою работу на кружале. И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его, и он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. И было слово Господника мне. Не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику этому, говорит Господь? Вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев. Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его. Но если народ этот, на который я это изрек, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его. Но если он будет делать злое перед очами моими, и не слушаться голоса моего, я отменю то доброе, то добро, которым хотел облагодетельствовать его. Итак, скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима, так говорит Господь, вот я готовлю вам зло и замышляю против вас. Итак, обратитесь каждый от злого пути своего, и исправьте пути ваши и поступки ваши. Но они говорят, не надейся, мы будем жить по своим помыслам и будем поступать каждый по упорству злого своего сердца. Посему так, говорит Господь, спросите между народами, слыхал ли кто подобное сему, крайне гнусные дела совершила Дева Израилева. Оставляет ли снег Ливанский скалу горы, и иссякают ли из других мест текущие холодные воды, а народ мой оставил меня. Они кадят суетным, споткнулись на путях своих, оставили пути древние, чтобы ходить по стезем пути непроложенного. Чтобы сделать землю свою ужасом, всегдашним посмеянием, так, что каждый, проходящий по ней, изумится и покачает головою своею. Как восточным ветром развею их перед лицом врага, спиною, а не лицом, обращусь к ним в день бедствия их. А они сказали, придите, составим замысел против Еремии, ибо не исчез же закон у священника, и совет у мудрого, и слово у пророка, придите, сразим его языком, и не будем внимать словам его. Внем ли мне, Господи, и услышь голос моих противников? Должно ли воздавать злом за добро? А они роют яму душе моей. Вспомни, что я стою пред лицом Твоим, чтобы говорить за них доброе, чтобы отвратить от них гнев Твой. Итак, придай сыновей их голоду, и подвергни их мечу, да будут жены их бездетными и вдовами, и мужья их, да будут поражены смертью, и юноши их умершвлены мечом на войне. Да будет слышен вопль из домовых, когда приведешь на них полки внезапно, ибо они роют яму, чтобы поймать меня, и тайно расставили сети для ног моих. Но Ты, Господи, знаешь все замысла их против меня, чтобы умертвить меня, не прости неправды их, и греха их не изгладь пред лицом Твоим. Да будут они низвержены пред Тобою, поступи с ними во время гнева Твоего.